Бюджет Республики на 2018 и плановый период до 2020 года прошел второе чтение. Что изменилось по сравнению с первой редакцией? Какие акценты сделаны в нашем сюжете? 15-я сессия Госсовета 6-го созыва начала свою работу полторы недели назад. Тогда бюджет Республики на 2018 и плановый период до 2020 года был рассмотрен в первом чтении. Напомним, самым проблемным вопросом стала выплата на третьих детей, родившихся в 2017 году. Сейчас он благополучно разрешился. В целом же параметры Республиканской казны на 2018 год таковы. Доходы 43 миллиарда рублей, расходы 42,9 миллиарда. Тактической задачей 2018 года является выполнение в полном объеме майских указов президента Российской Федерации. Бюджет следующего года обеспечивает гарантии работников бюджетной сферы и незащищенным слоям населения. В целом фонд оплаты труда бюджетной сферы планируется увеличить порядка на 16% к текущему году. В рамках реализации майских указов в 2018 году работникам культуры увеличивается заработная плата на 20%, врачам на 41%, среднему медицинскому персоналу на 27,7%, младшему медперсоналу на 67%, педоработникам дополнительного образования на 13,7% рост зарплаты, педоработникам школ на 8%, педоработникам дошкольных учреждений на 9,3%. По другим категориям бюджетников заработную плату увеличивается с 1 января 2018 года на 4%. Кроме этого, минимальный размер оплаты труда увеличивается на 21%, что тоже повлекло увеличение расходов бюджета на заработную плату. Работа над бюджетом проделана колоссально. Это отметили все депутаты. Впервые в обсуждениях на профильных комитетах участвовали не только глава Минфина, но и отраслевые министры. Так что многие вопросы удавалось и разрешить в рабочем порядке. Тем не менее, оппозиция заявила, что голосовать за бюджет не будет. Друзья, вы к чему призываете? Вы призываете в сегодняшний день повторно блокировать принятие бюджета во втором чтении. То есть я это расцениваю так, что вы призываете к тому, что не предоставить работу тем или иным рабочим, служащим и так далее, ради которого принимается этот бюджет. Перед первым чтением, вторым чтением, в комитетах мы все с бюджетом с вами ознакомились. Я могу сказать, он продуманный, он рациональный и он сбалансированный. Балансировано слово «баланс». Министр Светлана Александровна привела цифры доходно-расходной части. Это разумные цифры, действительно. Результаты постатейного голосования казались традиционными. 35 за, 8 против. Большинством голосов главный финансовый документ на 18-й и плановый период до 2020 года принят. Депутаты Госдумы от Чувашии, приглашенные на сессию, рассказали, как проходила работа над федеральным бюджетом. Параметры Чувашской республики, выделение средств из федерального бюджета, они, я считаю, что неплохие. Хочу отметить, что впервые будет выделено правительством Российской Федерации решение президента Владимира Владимировича Путина, чтобы регионы могли получить бюджетные кредиты, уйти от коммерческих кредитов. Это дополнительные средства. Они будут уже сейчас... В Российской Федерации эта сумма принята. Я думаю, что Чувашская республика цифры доведут. Это тоже очень важно. Депутаты утвердили и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год. По 13 миллиардов 700 миллионов рублей на доходы и расходы соответственно. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.